Доброе утро! Здравствуйте! Эфир на канале Россия 1 продолжает программа Вести Хакасия и ведущая я Анастасия Стародубова. Бензин в Хакасии дороже, чем в других регионах. Надзорные органы при проверке компании Хакаснефтепродукт, более известная как сеть заправок Роснефть, выяснили, крупнейший игрок на оптовом рынке республики злоупотребил своим положением и за это заплатит штраф. На заседании правительства антимонопольщики отчитались, что компания закупала топливо по сниженной цене, а перепродавала его потребителям Хакасии по завышенной стоимости. К рассмотрению дела подключено прокуратурой республики. Мы будем разбираться во всех нюансах, причинах не снижения розничной стоимости на нефтепродукты, несмотря на снижение оптовых цен. Проверка отрезвила бизнес. Хакаснефтепродукт скинул свои цены. Вслед за ним это сделали крупнейшие сети автозаправок. В общей сложности топливо подешевело на 50-80 копеек. Какую цену заплатят за нарушение закона о конкуренции пока неизвестно. Но если вина компании будет доказана, то штраф напрямую будет зависеть от объема незаконной прибыли. Эксперты топливного рынка прогнозируют, что цена бензина будет падать и дальше. Более полуцентнера наркотиков в Хакасии за праздничные дни их изъято рекордное количество. За первые дни января в республике раскрыто 38 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только у одного жителя Бейского района нашли 42 килограмма марихуаны, которую он якобы заготовил для личного пользования. Также силовики обезвредили две группы, занимавшиеся продажей синтетического зелья через интернет-магазины. Наркотики изъяты и теперь преступникам грозит внушительный строк. Сотрудникам полиции поступил необычный звонок. Житель Абакана позвонил на телефон доверия и пожаловался на собственного кота. Домашнее животное портит обувь, и хозяин потребовал от полицейских принять меры. К слову, это не единственный курьезный случай, связанный с обращением граждан в полицию за этот год. Абаканцы просили правоохранителей вразумить своих супругов за неисполнение домашних обязанностей и жаловались на засидевшихся гостей. В целом же абаканская полиция благодарит жителей города за бдительность. Информация, которую граждане сообщили на телефон доверия, помогла раскрыть десятки преступлений. В русском драмтеатре подходит к концу театральный марафон. В новогодние каникулы театры не отдыхали, а наоборот показывали по несколько постановок в день. Все больше людей вместо того, чтобы проводить выходные на диване перед телевизором, побывали на спектаклях. Зрители приходили с одной целью – отдохнуть, набраться сил и настроения. Юные театралы и их родители увидели сказку «Горе боятся, счастья не видать». Также театр представил постановки для взрослых, которые посвящены любви и поиску счастья. Актеры вместе со зрителем проживали историю о надеждах и разочарованиях. Комедия Александра Галина «Сирена и Виктория» уже седьмой творческий сезон радует жителей республики. Однако уже в конце января Хакасию ждет премьерный показ спектакля «Детектор лжи». Это был утренний выпуск Вести Хакасии. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1». Всего вам самого наилучшего!